Думская ТВ Борьба за медвину продолжается. Назначенному Минздравом и у ректора Константину Аймедову удалось попасть в свой кабинет. В этом помог нардеп Сергей Мельничук вместе с активистами. Охране вуза пожилой женщине остановить их не удалось. Сработала сигнализация на место прибыли автоматчики из охранной фирмы. В результате была разбита дверь в кабинет ректора, после чего Аймедов забаррикадировался внутри вместе с полицией. Отследить дальнейшие действия сторон с помощью камер наблюдения не удалось. Как сообщили сотрудники вуза, все камеры по непонятным причинам были отключены. Отмечу, Аймедов уже третий день не может приступить к своим обязанностям. На сегодняшний день идет блокирование, я не знаю где, печать университета. Сегодня утром кадровики были отправлены со своего рабочего места тем же самым властинком, чтобы они не смогли завизировать, грубо говоря, приказ МОЗа и издать на этом основании внутренний приказ о переводе меня на эту должность. Избирают на пост исполняющего обязанности ректора временно до момента объявления и проведения выборов нового руководителя. В университете уже работает и комиссия Минздрава, которую ранее не допускали. Сотрудники вуза, в свою очередь, уверяют, проведению проверки никто не мешал. На своей странице в фейсбук Запорожан назвал сегодняшнее событие рейдерским захватом. Первый же день проверки, убедившись в том, что состав комиссии был сформирован незаконно, что некоторые члены комиссии вообще нам не могут подтвердить свои полномочия, написали в очень мягких тонах, что мы вынуждены просто отказать в предоставлении определенных документов этому составу комиссии. Мы надеялись, что будут внесены изменения в приказ. Напомню, приказ об увольнении Запорожана министр здравоохранения Ульяна Супрун подписала еще во вторник. Его отправили в отставку за нарушение контракта. Активист обвиняет руководителя в системной коррупции и хищениях бюджетных средств. Сейчас бывший ректор находится на больничном. Тем временем, в данный момент в УЗИ сразу два руководителя. Одного Юрия Бажора назначил сам Запорожана, второго Константина Амедова, Минздрав. Полицейские задержали третьего беглеца из тюрьмы. Владислав Куспис прятался в кемпинге на Киевской трассе. Помог задержать преступника местный житель, который сообщил в полицию о подозрительном мужчине. У беглеца правоохранители нашли нож. Владислав Куспис – один из трех заключенных, сбежавших из тюрьмы во вторник утром. Двоих правоохранители задержали на следующий же день. Теперь горе беглецам грозит до восьми лет лишения свободы дополнительно к их срокам. План «Сирена», который многие в Одессе недолюбливают, потому что перекрывают, сработал эффективно на сто процентов. Все трое лиц, которые сбежали из тюрьмы, задержаны. Реставрация дома Руссова идет полным ходом. Сейчас рабочие усиливают фундамент памятника архитектуры. Параллельно проходит и расчистка объекта от строительного мусора. Его за неделю из зданий и из прилегающей территории было выведено более 900 тонн. Одновременно в лепном цеху специалисты работают над восстановлением лепнины. Говоря о сроках выполнения работ, чиновники уверяют, в дальнейшем планируют ускорить процесс реставрации. Проведено соответствующее совещание, консультация со специалистами, дабы ускорить процесс уже начала работ по монтажу перекрытий, восстановлению проемов, заполнению проемов и так далее. Письмо из 41-го. Уникальная коллекция столичного музея истории Украины во Второй мировой войне насчитывает 1215 посланий, датированных июнем-июлем 41-го года. Их нацисты вывезли из оккупированного каменец Подольского в Вену. Более 70 лет они хранились с непрочитанными в техническом музее столицы Австрии. Историки рассказали, как вернулись эти письма в Украину. Больше всего пришлось потрудиться, чтобы найти родных и близких адресатов. Один из них – Борис Елевой, сын техника-интенданта третьего ранга Георгия Елевова. Это уже 643-е послание из музейной коллекции. Затеряно было последнее письмо, мать куда-то его. И мы с дочерью долго искали, так и не могли найти. Все перерывали. А здесь последнее письмо. И для меня вот эта весточка – история жизни. Сибрис-2018 на Змеином прошла спецоперация в рамках международных учений. Сводное подразделение морской пехоты ВМС Украины высадилось на острове в Черном море и взяло его под охрану. Подробности расскажут мои коллеги. По легенде, террористы захватили остров Змеиный. Это стратегически важный объект. На нем расположены системы освещения, надводные обстановки, базы пополнения военных запасов. Штабом учений разработана операция для отражения врага и возвращения контроля над островом и морской территорией. Это достаточно сложная операция, потому что мы залучали до этой операции не только фаховцам от 1-го округа батальона морской пехоты, а также от Национальной гвардии Украины, фаховцам от прикордонной службы Украины. Тем временем с неба, с вертолетов и специальных спусковых устройств десантировались военные тактические группы. За задумом навчания незаконным и збройным формованием был захоплен стратегический объект на море, в данном случае остров. После чего кораблями морской охороны, державной прикордонной службы и кораблями ВСУ было сделано блокирование кризового района и надано огневую поддержку силам десанта, которые высаживались на захопленный объект. Часть террористов смогли сбежать. Они захватили гражданское судно и удерживали экипаж в заложниках. Свободное подразделение спецназа флота и корабль морских пограничников взяли штурмом. Бандитов нейтрализовали. Вместе с опытными военнослужащими в учениях участвовали и курсанты военной академии Одессы, будущие командиры подразделений морской пехоты. Юлия Долганюк, Диана Федотова, Думская ТВ. Суперкубок 2018. В день матча город будет охранять полторы тысячи правоохранителей. Привлекут и сотрудников полиции из других областей. Дежурить правоохранители вместе с кинологами будут на железнодорожном и автовокзалах. И, конечно, на стадионе. Силовики просят с пониманием отнестись к их работе, так как в Одесском регионе сохраняется высокий уровень террористической угрозы. Будут работать абсолютно все службы. Я их назвал. Это превентивный блок полиции. И, конечно, криминальная полиция будет работать на предмет выявления огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых средств. Взрывотехнические службы будут работать. Будут задействованы подразделения Национальной гвардии Украины. Будут задействованы абсолютно все службы Одесского региона, Главного управления национальной полиции. И, конечно, прибудут дополнительные силы из других регионов нашей страны. Футбольный матч состоится уже 21 июля на стадионе «Черноморец». В поединке сойдутся гранды украинского футбола «Динамо Киев» и «Шахтер Донецк». Отмечу, предыдущие три года турнир также устраивали в Одессе. В 2017-м чемпионом стал «Донецкий шахтер». На открытии матча выступит и амбассадор украинской премьер-лиги Сергей Пархоменко, известный как Серега. И это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думская ТВ, будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok